Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока – тип пункта меню системной ссылки. Но прежде чем мы приступим к теме урока, небольшая отсылка к предыдущему видео. Мы с вами в прошлом видео разобрали тип пункта меню пользователей. Разобрали, как вывести меню модулем в горизонтальное меню в шапке сайта. Но я забыл упомянуть одну вещь. Нам не нужно забывать еще про отображение мобильного устройства, то есть мобильной версии сайта. А так как у нас принято какие-то элементы на сайте, в мобильной версии выглядят по-другому, меняются. В частности, мы разговариваем про меню. Меню должно быть в виде иконки «Гамбургер». Так его называют, так его кличуют. Вот сейчас вы видите, у меня эта иконка. И по клику по иконке мы видим меню. И также список этот меню, который мы в прошлом видео вывели, вот он выводится. Если я захожу с компьютера, то иконка прячется, и мы видим то меню, которое относится для компьютерной версии. Так вот, вы должны знать, где эта опция. Потому что вдруг в каких-то случаях вы не хотите на мобильной версии отображать меню «Гамбургер», а хотите, чтобы выводилось меню полностью. Давайте вернемся с вами в модули. Здесь с панели управления можно перейти вот так вот в модули. Модуль, меню, вот здесь вот тип, видно, что это меню. Мы его назвали «Главное меню». Заходим в настройки. В прошлом видео, я напоминаю, мы его настроили. На вкладке «Дополнительные параметры» как раз-таки вот здесь. Вы можете выбрать «Дропдаун». Давайте посмотрим, сохранимся. Обновим сайт. На компьютерной версии ничего не изменилось. Меню выглядит абсолютно так же. Но, если мы посмотрим через метацию мобильного устройства, вы увидите, что нету больше гамбургера. И меню выглядит абсолютно так же. Учтите, что здесь выводится лишь один пункт меню и под пункты меню. Здесь же могут быть и другие пункты меню. И вот они будут все видны на мобильной версии. Не будут прятаться вот под этот гамбургер, если вы выбрали здесь «Дропдаун». Но в основных случаях у нас мы выбираем вот этот параметр, чтобы все красиво везде работало, смотрелось. Теперь возвращаемся к теме урока. Мы с вами переходим в меню. Меню. И я предлагаю сразу разобрать меню в нижней части сайта. Вы должны понимать, что у нас может быть меню три вида и больше, если это нужно. Но у нас есть меню здесь в колонке, есть горизонтальное в шапке. И теперь давайте выведем меню в подвале сайта. Для этого, перейдя в меню, вот на этой странице, мы создаем новый пункт меню. Если вы смотрели предыдущее видео, вам уже будет проще. Сейчас следует за мной. Название будет, пускай нижнее меню. Тип пункта меню тоже обязательно нужно заполнить. Не русскими буквами. Можете произвольно просто что-то написать. Но у меня это, по идее, альяс к этому пункту меню. Сохранить, закрыть. Итак, нижнее меню мы создали. Проваливаемся в это меню, кликнув вот по этому иконочке ноль. И здесь создаем в нем уже меню. Переходим. У нас на очереди системные ссылки. Раскрываем этот список. И сейчас будем рассматривать эти пункты меню не как обычно у нас заведено, сверху вниз. А будем выборочно. Так будет удобнее. Смотрите. В нижнее меню. Вообще, какое меню, как правило, размещается? Обычно в нижнем меню идет дубликат ваших главных пунктов меню, которые могут находиться либо в этой колонке, либо в горизонтальном меню. Либо у вас может быть снизу еще какое-то отличное меню. Но при создании, если вы хотите продублировать внизу меню то, что есть у вас наверху, новички часто ошибаются и создают одинаковые пункты меню. По сути, каждый пункт меню, который здесь есть, вторую копию еще снизу. Это уже будет являться дублем страницы. А с дублями страницами наоборот нужно бороться. Дубли страниц влияют негативно на SEO-оптимизацию вашего сайта. А тут мы будем искусственно создавать вот эти дубли. Это неправильно. Поэтому здесь как раз-таки в системных ссылках есть предусмотренный пункт для этих целей. Он называется псевдоним пункта меню. То есть получается мы делаем не копию меню, главное, а просто это тот же самый пункт меню, только будет в нижней части сайта. Я кликаю псевдоним пункта меню. Далее нам нужно выбрать или создать. Мы нажимаем выбрать. Пускай это будет главная страница. Ниже опции есть перенаправлять. По умолчанию выключено. При этом мы можем назначить стиль шаблона. У меня уже был об этом урок, что к каждому пункту можно разный дизайн по сути прикрутить. Если у вас везде один шаблон, то мы в принципе можем ничего не менять. Включить, перенаправлять. Тогда прячется выбор шаблона. Здесь нижнее меню. И заголовок. Ну то есть если это у нас идет та же ссылка, мы хотим продублировать главное еще и внизу, главное меню, тогда здесь тоже название будет главное. Сохранить. На этом уровне меню закроем. И давайте сразу создадим модуль для нижнего меню, чтобы посмотреть все ли у нас правильно, все ли хорошо. Идет ссылка на тот же главное меню. По сути дубликат ссылки, но мы не сделали дубль, мы просто сделали по сути та же ссылка только внизу. Переходим в меню. Вот наше нижнее меню. В нем один пункт пока создан. А вот здесь мы нажимаем на кнопку создать модуль меню. Для этого меню снизу. Заголовок назову так же как и меню. Заголовок вот этот я не буду показывать, я его скрою. Меню. Здесь у нас выводится нижнее меню в этом модуле. Начальный уровень. Последний уровень от пункта меню мы здесь скрываем. Важный момент. Позиция модуля. В данном случае у нас позиция называется футер. Но как правило это и есть нижняя часть сайта. Выбираем ее здесь. То есть эта позиция говорит о том, что наше меню будет находиться в самой нижней части сайта. Здесь решайте на каких страницах будет отображаться. Я выбираю на всех данное меню. А в дополнительных параметрах есть некоторый момент. Смотрите. В CSS класс меню нужно указать переменную. Ну по сути класс меню-горизонтал. Говорящий о том, чтобы меню красиво и нормально смотрелось в нижней части горизонтально. Макет я выбираю. Дропдаун. И сохранить и закрыть. Обновим с вами сайт. Прокрутим в самый низ. Появился подвал сайта. Такой же синий в дизайн нашего шаблона KSEO PIO. Вот она ссылка главная. Пока ничего не видно. Пока мы не добавим второй пункт меню, чтобы понять, что у нас все нормально смотрится. Кликнув на главное. По сути это и есть наша главная страница. Ровно так же, как и вот этот пункт меню. То есть это один и тот же пункт меню, только еще он у нас и снизу. Вернемся в меню. И создадим еще один пункт. Просто чтобы посмотреть, когда их будет два пункта меню, что у нас меню нормально горизонтально смотрится. Выберем опять псевдоним пункта меню для закрепления информации. И выберем статьи. У нас с вами статьи здесь выводятся. Сейчас заодно и закрепим информацию. И вот что я вам хотел показать. Вы столкнетесь с такой ситуацией. При сохранении этого пункта меню с таким же названием не удалось сохранить элемент пункт меню, потому что альяс, который вот здесь прописывается, на Joomla не может быть одним и тем же повторяться. Поэтому я вижу только один отсюда выход. Добавить единицу к названию пункта. Пункта меню сохранить. Альяс будет немножко другой. Статьи 1. А отсюда теперь единицу я убираю. И еще раз сохраняюсь. Таким образом, визуально название на сайте будет такое же, но к альясу будет подставляться один. Но лучше, наверное, подставить два, потому что это как бы идет второе меню. По сути, обновимся. Видим, у нас нормально выводится горизонтально два пункта меню. Если я нажму статьи, я перейду на пункт меню статьи. Причем, обратите внимание, дизайн поменялся, потому что когда мы ранее создавали статьи, я назначил другой дизайн для этого пункта меню. Поэтому у меня красное сейчас все. Но самое интересное, смотрите, вот если я перейду в статьи, вы видите, дизайн поменялся. Смотрите, здесь альяс подставляется статьи, а единица не подставляется. Если я перейду по статье из нижнего пункта меню, все равно она здесь не подставляется. То есть, чтобы вас это не пугало, что типа это как бы неправильно. Но это действительно неправильно. Когда мы в альяс вносим изменения, это уже будет являться другим пунктом меню. Но это только здесь, чтобы его сохранить. Здесь же мы ссылаемся на тот же самый пункт. Об этом и говорит вот этот альяс, что единичка не подставляется. То есть, в этом плане здесь все хорошо. Следующие пункты системной ссылки я хочу показать на примере нашего меню, которое у нас располагается здесь. Поэтому я перехожу в главное меню, то меню, которое мы в прошлом видео с вами делали. Нажимаю здесь создать. Выбрать. Системные ссылки. И давайте создадим заголовок. Отображение заголовка, которое используется в качестве разделителя пунктов меню. Давайте посмотрим, что это значит. Выбираем здесь его. Здесь можете как-то назвать меню. Сохранить. Что это даст? Обновим страницу. У нас появляется заголовок. Он как бы находится в меню. Но он у нас не кликабельный. Зачем же он нужен? А вот смотрите зачем. В каких-то случаях вы хотите, чтобы, например, вот этот список разворачивался. У нас вход тоже является пунктом меню. И нам нужно сделать так, чтобы он был не кликабельный. И все пункты меню были только второго уровня выложенности. Поэтому мы можем сделать вот что. Назначить вот этот пункт меню. То есть это будет вход на сайт. Отсюда мы выходим. И теперь заходим в вход. Тот пункт, который мы создали в прошлом видео. Родители назначаем заголовок. Сохранить, закрыть. И, соответственно, вот эти уровни выложенности. Уже, по сути, третьего уровня выложенности. Нам надо будет в каждый пункт зайти и убрать их. То есть сделать именно заголовок главным родителям. Потому что если мы сейчас с вами обновим страницу, то у нас, в принципе, все получается. Сам заголовок не является пунктом меню. Не ведет никуда при клике на него. Он лишь раскрывает под пункт меню. Но здесь у нас еще есть вот третьего уровня выложенности. Но если такое меню нужно, то оно вот так будет выглядеть у вас. А я предлагаю сделать вот что. Значит, зайти все предыдущие пункты меню. И сделать их, чтобы не был родитель, теперь уже заголовок. Ну, это будет название, например, вход на сайт. Вместо слова заголовок. Сохранить, закрыть. И так нужно проделать ко всем остальным пунктам. Итак, все пункты я сделал, чтобы у них был один родитель. В моем случае заголовок. И на сайте все выглядит хорошо. И по стрелке раскрывается список. И заголовок не ведет никуда, ни на какую другую страницу, а лишь открывает наш список меню. Следующий пункт разделитель. Выбираем его здесь. Как-то называем. Я назвал тест. Все. Сохранил. Визуально у нас появляется вот такая черта. Разделяющая меню. То есть у нас вот это меню есть. А как теперь разделять будет это меню? То есть вот сюда меню. Как добавить? То есть вот у нас внизу этот меню тест. Можно написать его как разделитель. Чтобы мы заголовками, чтобы мы понимали. Потом не забыли, что это разделитель. Создаем пункт. Любой пункт меню для теста. Я назвал демо. Выбрал псевдоним пункта меню. Выбрал категории. При сохранении все получается. Вот меню. Разделитель. Меню после разделителя. И так далее можно сделать. На сайте. Здесь структура понятна. Верхнее меню и привязанные пункты меню у нас наверху. Соответственно вот оно здесь. Идет тест. Это разделитель. Потом меню демо. И кстати менять местами. Вот за эти три точки над каждым пунктом меню. Зажимаете левую кнопку мыши. И просто можно менять местами. Все. И это сохраняется. То есть не надо нажимать на кнопку сохранить никуда. Поменяли местами. Можете обновить сайт и увидеть, что местами все поменяется. Например, вот этот разделитель. Пускай будет внизу разделять два пункта меню. Обновляемся. Вот вы видите. Два меню. А вот разделитель. И рассмотрим последний здесь пункт в системных ссылках. Это ссылка. Тоже важный момент. Тоже я использую и на своем сайте. И часто использую именно этот тип. Он позволяет вывести любую ссылку. Но если это внутренняя ссылка на вашем сайте, то этот пункт не подойдет. В принципе. Это нужно только для того, чтобы вывести в меню стороннюю ссылку сторонний сайт. Как только вы выбрали тип меню ссылка, пишите заголовок меню и появляется поле ссылка, куда обязательно нужно вставить тот URL, куда будет вести ваше меню. Здесь пускай у меня будет меню, нижнее меню. Пускай выводится в нижнее меню. Сохранить закрытие. Обновим сайт. Меню мы вывели. Вот он снизу. Если я кликаю, раскрывается тот пункт меню. Именно мой официальный сайт fedorvasilv.com по этой ссылке. Здесь все работает. Еще давайте в этом видео рассмотрим меню. Можно вывести еще один модуль. По сути, те же пункты меню. Конкретные пункты меню, которые подойдут под другой отдельный модуль, который мы закроем от обычных пользователей. Это специальное меню. Можно так его назвать. Перейдем в модули. Создать. Отсюда как раз таки вы можете создавать все меню. Мы с вами все это делали, только мы пользовались быстрым доступом. Как я уже сказал, про модули у меня будет отдельная ветка с уроками. Вот наше меню. Это тот же самый модуль, который мы с вами уже несколько раз настраивали. Название меню будет у меня специальное меню. Заголовок я скрою. Позицию обязательно. Но я хочу вывести в правую колонку. Это там, где у нас выводится модуль меню и вход. Здесь доступ. Я сделаю special. Специальный доступ. То есть незарегистрированные пользователи не будут видеть. Необычные, просто зашедшие пользователи. Но будут видеть администраторы сайта. Здесь привязка на всех страницах. И давайте на этом уровне сохранить. И закрыть. Если я сейчас обновлюсь, я не увижу изменений. Даже если я зайду под пользователем тест, у которого права просто зарегистрированные пользователи. Но если я зайду как администратор, меню это показывается здесь вот у нас. Зачем его выводить? У нас вывелись все пункты меню. Но это просто для специальных пунктов меню. Вот смотрите, что бы я вывел в это меню. Вот в главном меню у нас добавить материалы, параметры сайта, параметры шаблона. От все те пункты, которые будут присущи большим правам доступа пользователей. Эти пункты меню я бы вывел вот в отдельное меню, которое мы уже скрыли от просто зарегистрированных пользователей. То есть это меню. Перейду в Майн меню. Например, вот он, добавить. Добавить это, добавить статью на сайт, да? Здесь просто изменим на... Да, я совсем забыл, меню-то мы не можем выбрать здесь. У нас меню не создано. Именно модуль мы создали для специального меню. Но сюда мы же не внесли его. Но я думаю, вы уже знаете, как это делается. Переходим в меню. Вот сюда нам нужно добавить специальное меню. А потом уже меню мы сможем переместить сюда. Пишу заголок в специальном меню, пишу тип меню, сохранить, закрыть. Все. Вот теперь у нас все сделано. Итак, чтобы перенести несколько пунктов в меню, по сути они у нас находятся в Майн меню в специальном меню, здесь отсюда прям я нажимаю на вот наше меню. Я предлагаю перенести в специальном меню добавить плюс. Это добавит статью, потому что только специальные пользователи могут это добавлять, да? Ну и другие ссылки на ваше усмотрение. Я бы еще перенес в специальное меню параметры сайта, если вы такое выводите, и параметры шаблона. Добавить пункт меню. Здесь просто назначаете специальное меню. Сохранить, закрыть. Нас сразу перенаправляет уже в специальное меню. Я возвращаюсь в меню. Майн меню. И еще два пункта перенесу. Специальное меню. Ну и вы делаете по аналогии. Таким образом, в нашем пункте меню, который тоже выводится теперь здесь, специальное меню, да? Выводятся специальные пункты для специальных групп пользователей. Но у нас еще не выводится. Не забыть, нам нужно перейти в модули. Специальное меню. Модуль. А вот здесь вот выбрать обязательно специальное меню. Я забыл это сделать. Вот теперь у нас все будет работать. Вот видите, я авторизован как администратор. И вижу специальное меню здесь. Добавить статью на сайт, например. И если я выйду, то, естественно, модуль прячется. Не будет показан неавторизованным пользователям. И зарегистрированным тоже не будет показан. На этом видео я заканчиваю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!